Всем привет, уважаемые мои подписчики, случайные зрители этого канала. Сегодня я вам расскажу о том, как я установил вот именно вот эти баферы на передние пружины амортизатора. Купил я их на Алиэкспресс, ссылку оставлю в описании, какой размер тоже оставлю в описании. Брал примерно, не знаю как они у меня сядут. Для того, чтобы их установить, нужно сначала померить мне, получается, расстояние от земли до арки здесь и от земли до арки там. Измеряем, мне интересно сколько. Получается у меня заднее колесо от земли до арки 80, переднее колесо правое. Вот, на 2 сантиметра ниже, получается 78. Левую сторону. Здесь у меня ровно 78 тоже. А здесь позади у меня получается 82 почти. Вот странно разница какая, видите, да, почти на полтора сантиметра. Устанавливаем баферы и смотрим, насколько изменилось. Еще раз меряем, смотрим. От земли до арки 78 сантиметров. Производим вскрытие. Всем известно, что это за хрень. Нужна она, не нужна решать каждому взлазь. Но мне интересно все-таки посмотреть. Сзади у меня стоят крузаковские пружины, уже, наверное, года 4. Впереди у меня стоят наши родные пружины. Единственное, одну, которую правая, я менял, потому что она была очень сильно просевшая. В скором времени я поменяю на нормальные пружины. Итак, смотрим. Вот здесь вот комплект белые стяжки. И сами, конечно же, баферы. Открываем. Смотрим, каков размер. Если размер не подойдет, мы немножко его подрезем. Рога с собой у меня есть канцелярский нож. Так. Ну, хорошо, в принципе, упаковано. Ждало это все у меня примерно месяц, потому что я был в длительной командировке. У нас лето. Плюс 30, 35. Кондиционер у меня работает, даже после капиталки. Единственное, что не работает прогревочная, но это фигня. Главное, нагрузочная на кондиционер работает. Итак, вот такого вот размера у нас бафер. Получается, если мы сейчас возьмем рулетку и что-то здесь попытаемся померить. Не в соединенном состоянии меряем. Получается 16 сантиметров. Высота у них получается 7 сантиметров. 7 сантиметров высота. Соединять не буду, смысла нет, потому что они именно в таком виде. Вот у нас. Что необходимо? Я так понимаю, сейчас поднимем машину на домкрате, чтобы пружина приосвободилась. Подсмазать это все смазкой какой-либо, солидолом, еще чем-то, листолом, что у вас есть под рукой. И установить, соответственно, на машину. И посмотреть, каков будет эффект. Я думаю, что пару сантиметров точно у меня перед поднимется. Все, идем устанавливать. Итак, это сюда, это сюда. Итак, приподнял машину на домкрате, очистил полностью пружину и пытаемся в межвитковое расстояние вставить вот этот вот баффер. Интересно, как он встанет и как он влезет. Так как у меня нет смазки, вернее у меня есть, я буду смазывать вот таким вот дегстроном. Сейчас чуть-чуть подсмажем и будем вставлять. Смазываем немножко вот это дело. Так, ну, нормально. Пойдет. С обратной стороны тоже чуток смазываем. Так. Пружина старенькая, говорю, года четыре назад ее вставил. Уже номер ее у меня есть, но она уже, как бы, наверное, очень плохо работает. И у меня эта стойка течет, скорее всего, даже не скорее всего, а я буду чуть попозже, после 20 июля, буду устанавливать сюда новую стойку. Я во Владивостоке, когда был в командировке, купил там виндовские стойки. Вот мне интересно, как оно будет. Так, теперь нужно понять, на какой лучший виток ставить. Я думаю, что лучше, конечно, наверное, вот у нас следующий получается. Пробуем сначала установить низ. Низ. Вот. И потом вверх. Ну, кстати, межвитковое расстояние такое. В принципе, нормально. Да и заходим, а по маслу как бы хорошо. Сейчас пробуем. Расставки полиуретановые, насколько мне известно. Ну, насколько это является фактически... Как оно есть, что это полиуретан, о котором китайцы говорят, что это именно тот, когда корейцы только придумали эти проставки. Вот. Так, пропихиваем это все отверточкой. Не знаю, как оно дальше хорошо пойдет. Хорошо. Ну, в принципе, межвитковое... Расстояние более-менее хорошее. Так. Вот так. Так, вот смотри, как хорошо заходит. Оп. Главное начать. И вот так вот приподнимаем, приподнимаем, приподнимаем. И получается, тут, конечно, видимо, все-таки нужно не... У меня, получается, бэшка стоит. Да, я так думаю, что нужно больше бэшки. А больше примерно на... На сколько? На... Ёлки-палки. На... 9 сантиметров. Ну, 8, наверное. Скорее всего. На 8. Больше на 8 сантиметров. Ну, пока так. Сейчас это все посадим на комуты. Сейчас. Если что, переделаем. Так. Сейчас сюда. И... На другую сторону. Так. Так. Машина ездит хорошо. Ошибка по коробке у меня так и вылазит. Надо смотреть, что с ней. По-моему, 64-я, что ли. Ну, соленоид, короче. Может, опять контакт вылеживается. Может, еще что-то. Так. Дотягивается хорошо. Кончики вот эти вот обрезаем. Ну, слушайте. В принципе, она туда-сюда двигаться не будет. Нормально. Обрезаем. Второе. Обрезаем. Так. И так. Что у нас получилось? Смотрим на конечный результат. Первый виток, второй, третий. Между вторым и третьим витком поставили. Вот он результат. Зафиксировал здесь и зафиксировал здесь. Надо будет еще зафиксировать вот здесь и здесь. Ну, стяжки есть, это не проблема. Сейчас мы опустим машину и посмотрим, какое расстояние будет теперь от земли до арки. Ну что, опустил машину. Вот так вот покачал ее. Здесь, получается, спереди она поднялась на полтора сантиметра. Это получается 79,5 а сзади у нас 80, 80. Все. Устанавливаем левую сторону и смотрим, каков будет результат. Итак, вторая сторона установлена. Теперь берем рулетку. Также на 1, 2, 3 между третьей и четвертой, третьим и четвертым витком. Вот так вот закрепил, как там практически. Теперь смотрим, сколько здесь у нас, каков результат. Ну что, 78,5. 78,5. От земли до арки. 78,5. здесь сколько? 1,5. А здесь почему-то у нас почти 82. Можете действительно, правая пружина очень сильно просевшая и нужно их уже менять. потому что у меня левая сторона здесь почему-то завышена на 1,5 сантиметра. Ну все. Вот таков результат. Сделал получается нагрузочный на кондиционер. Сегодня нужно поменять еще вот тот фильтрик. Вот этот вот тонкой очистки для подкачивающего насоса на ТНВД, который у меня стоит. Ну и помыть, соответственно, нужно у нас машину, потому что она 3 месяца не мылась. Целых 3 месяца не мылась. Вот. И сегодня хочу добавить 200 грамм фривона. Вчера был на СТО, хотел... Короче, кондиционер работает, все срабатывает, все хорошо. Вентилятор работает, кондюшка дует холодным. Но у меня всего, вчера проверка показала, всего 600 грамм фривона. Поэтому нужно добавить еще 200-250 грамм. Вот. Вот. Я говорю, ребят, ну добавляйте мне еще 200 грамм. То отслежишь 600, да, мои, и 200 добавляйте. Так, вы знаете, у нас такая процедура не проходит, мы сливаем полностью и полностью заливаем вам наш. И всего выйдет, говорит, 3 рубля, короче, замена фривона. Я говорю, как, ну вы же 600 из них мои, а 200, там, 250 еще добавляете. Нет, мы так не делаем. Я говорю, ну это хорошо. Тогда я поехал, 600 заливайте мне обратно, кондюр у меня работает на 600 граммах, поэтому пока оставляем так. Ну хорошо, все, вернули мне как бы 600. Другое попробую заехать в какую-нибудь шабашку и там реально только 200 залить, потому что, ну кондюр у меня сейчас и 600 граммами работает. Да, он часто срабатывает получается, вентилятор, но именно поэтому, потому что давление не держит, а постоянно его приходится нагнетать. Поэтому задача сегодня это поменять фильтр тонкой очистки на насос низкого давления, на подкачку и добавить нам немножко фривона. Так, ну и, конечно же, помыть машину. После трех месяцев с апреля она не мылась вообще, ну и начать проводить ТО понемногу полегоньку. О том, как ведут себя вот эти вот проставки, я расскажу немножко попозже о результатах, но наверняка в этом видео, потому что будет неинтересно. Так что, смотрите до конца этот видос. Ну и в этом году хочу все-таки обратить внимание вот на это вот добро, которое здесь у нас повылезло. Видите, да? Пороги надо менять. Куплю. Здесь в Питере они есть. В компании все пороги. Здесь я специально это все скрыл, чтобы оно было по крайней мере сохло и дальше шибко не ржавело. Буду менять. Залил там мобилем, короче, очень много-много-много. И в этом году точно поменяю сейчас. Надо только купить и поставить машину потом на отделку этих порогов. Все, смотрим видео дальше, как проходит испытание моего нового введения на передние пружины. Ну что, я за рулем своей малышке проехал еще километров 20-30 сегодня по трассе, как и обещал, после того, как я поставил автобаферы из Китая. Сейчас у меня пробег получается после капиталочки 312-245, это 308. В общем, почти 4000 километров я проехал. Но, скажу так, первое ощущение от того, что у меня стоят автобаферы, скорее, машина стала немножко жестче. Я думаю, так. Потому что, ну, раньше ее, скажем, побольше раскачивало. Как будет дальше, пока не скажу. Посмотрим именно на период эксплуатации, на время, за который я, в принципе, пойму, что да как. Я думаю, все-таки лишним они не будут лишними на пружинах, потому что у нас очень нагруженная машина спереди и поведение наверняка автомобиля изменится. Пока не могу сказать, что рекомендую, но кто хочет, занимайтесь. Так что, всем спасибо, всем пока и до новых лайфхаков. до новых до новых Субтитры создавал DimaTorzok